В последнее время в сети разгорается такое вот движение, типа ненавидим QR-коды, против QR-кодов и так далее. Так что же такое QR-код и вообще надо ли его получать, насколько он вредный. Я, например, очень хочу получить QR-код, но мне его, к сожалению, не дают даже. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Что такое QR-код вообще говоря? QR-код это просто, ну, такая вот, какие-то вот абракадабра, кракозябра какая-то, сейчас вы его видите. QR-код, что это такое, для чего он нужен? Это просто способ зашифровать информацию. Мы все уже привыкли к штрих-кодам, когда мы приходим в магазин, значит, там пик-пик-пик, кассир, значит, наводит просто на штрих-код. Вот, и считывается артикул товара, из компьютера берется цена, и у кассира просто нет возможности там схалтурить и набить какую-то цену больше, чем он хотел с вас взять, потому что, ну, не обманишь тут уже, тут компьютер. Вот, я не буду разводить дискуссии, а то могут они или нет это сделать, я знаю, читал, как там пытаются обойти хитроумными способами, но штрих-код это ничего страшного, как мы знаем. QR-код это то же самое, в QR-код можно зашифровать просто немножечко по другому информацию, штрих-код это там, как правило, 13 цифр шифруется, а в QR-код шифруются и символы, и цифры, и причем туда шифруется, ну, какое-то небольшое сообщение, как правило. Ну, сейчас я вам покажу на практике, как это делается вообще. Вот, есть такая программа в сети, вы ее легко можете найти, QR-кодер, и вот мы вводим туда какой-то текст, ну, какой текст мы вводим, смотрите, вот, вот я ввожу туда вот такой текст, он такой небольшой, совершенно, вот такой текст. Это просто ссылка на мой сайт, и вот сейчас я сгенерирую этот код, вот он вы видите, он сгенерировался, и теперь, вот вы сейчас его видите прямо у меня вот здесь за спиной, вы увидите, что просто вы можете навести свой смартфон, и вы перейдете на мой сайт, вот и все, больше ничего, ничего страшного в этих QR-кодах нет. Это просто дверь в сайт, и вот вид этого QR-кода, ну, просто вот он зависит от того, какая там информация. Давайте попробуем ввести то же самое, только, ну, более длинный какой-то вот кодировку. Как изменится QR-код? Смотрим. Вот я ввел такой же текст, это та же самая ссылка на тот же самый сайт, но, значит, здесь добавлена какая-то небольшая дополнительная информация, это UTM-метки, которые просто скажут мне, я буду видеть, что вы зашли именно по этой метке, именно из этого видео, и именно из видео на тему вот QR-код. Вот, посмотрите, вот и все, смотрим, как изменится сейчас QR-код. Вот такой он стал. Сейчас вы его видите там, вы наведете смартфон, если, то вы попадете точно на тот же сайт, но просто я буду знать, откуда вы зашли, вот и все. Вот и вся разница. То есть, QR-код – это фактически просто дверь. Дверь, как бы, ну, вход, указатель, табличка, вход на двери, понимаете? Против чего вы боретесь? Если вы боретесь против QR-кодов, значит, ну, будьте последовательны, QR-код – это просто дверь. Вы начните с себя, просто возьмите у себя в доме, просто возьмите, снимите дверь с петель, и все. И говорите, я против QR-кодов, значит, тогда вот я, блин, против дверей всех, и все. Не надо бороться против дверей. Я думаю, что люди борются на самом деле не против QR-кодов, а против ограничений. Против ограничений, которые, ну, вот сейчас связываются с QR-кодами. То есть, с QR-кодом вы сможете пройти куда-то, без QR-кода нельзя. Почему вводятся эти ограничения, и надо ли с ними бороться? Почему я хочу получить QR-код, а мне его не дают? Вот, смотрите. Ну, сейчас вы знаете, всюду кругом коронавирус, и государство говорит, что люди, ну, для того, чтобы... Ну, по крайней мере, не умереть от коронавируса, а умирают очень многие, для того, чтобы не умереть от коронавируса, надо сделать прививку, потому что что такое прививка? Прививка – это, ну, какие-то вот ослабленные какая-то вот вирусы, которые просто дают, ну, уволят в организм, и организм начинает бороться с ними, и вырабатывает антитела, которые помогут организму побороть вот этот коронавирус. И эти антитела остаются долго там, какое-то время, и все, собственно говоря, то есть даже если вы заразитесь коронавирусом, то есть если вы подхватите этот вирус, то вы, по крайней мере, ну, будете легче перебаливать, спокойно его перенесете, и уж точно, ну, с вероятностью 98% вы останетесь здоровым вполне человеком. Вот что такое вакцина. И очень многие люди сражаются против вакцин и так далее, и против QR-кодов. Ну, вот сейчас, вот, скажем, в Норвегии, я прочитал сегодня сообщение, вчера, о том, что в Норвегии просто все отменили, никаких QR-кодов, никаких ограничений. Почему они это сделали? Потому что там 70% или больше населения просто взяли и вакцинировались. И поэтому просто, ну, QR-код, когда вакцинированный человек получает, не QR-код, когда вакцинированный человек подхватывает вирус, то этот вирус очень быстро в организме, значит, издыхает и все. И он дальше не распространяется. Вот какая история. И я читал статью, что если 70-80% населения прививаются, то, в общем-то сказать, у вируса нет шансов, и он просто, ну, вымрет как таковой. Поэтому всех заставляют прививаться. Ну, а почему вводят QR-коды? Потому что вирус передается от человека к человеку, как мы знаем. И где он будет передаваться? Там, где люди контактируют друг с другом. И поэтому для того, чтобы люди, когда контактируют, люди контактировались, ну, по крайней мере, привитые, чтобы между ними, если вирус и передается, то он все равно и сдохнет. Понимаете? Ну, для этого и вводят вот эти ограничения на вход в разные публичные места, где люди очень тесно контактируют. В публичные места предлагают ввести вход по QR-кодам. Ну, пока еще не догадались в метро, к счастью, вводить вход по QR-кодам. Я подозреваю, что это, так сказать, тоже может достичь такого уровня накал. Почему это правильно, я считаю, я уже рассказал. А почему мне не дают QR-код? Вот этого я не понимаю, если честно. Потому что примерно год назад, перед прошлым Новым годом, ну, я переболел вот этим самым коронавирусом. Ну, вы знаете, что коронавирус такая штука, которая очень часто переносится, ну, как бы легко, а в некоторых случаях бессимптомно. Вот, ну, я бы не сказал, что у меня было бессимптомно. Ну, я там, три дня у меня была температура где-то там 37 градусов, смешная, да, 37,2. Вот, и очень сильно болела голова. Ну, как-то, ну, так вот. Ну, и все, собственно говоря. Вы скажете, ну, у кого из нас не болит голова? Ну, я тоже так подумал. Да, и тут кругом, значит, коронавирус, коронавирус, врача вызывать, он приезжает только там через 3-4 дня. Я думаю, ну, люди занятые. Есть люди, которые реально болеют и которым реально нужна помощь, реально нужен врач. Мне врач не нужен, я не стал его вызывать. Понимаете? Ну, переболел и переболел, и все, значит, там. Единственное, что на самом деле на четвертый день голова начала болеть как-то уж совсем необычно, и я понял, что у меня есть опасность умереть от инсульта. Потому что там кровь загущается, и возникают тромбы, и я их прямо вот почувствовал, там, так сказать, боль такая чу-чу-чу-чу-чу. Вот, и я позвонил своему личному врачу, ну, у меня дочь врач, я посоветовался с ней, она, так сказать, посоветовала свою знакомую, и та посоветовала лекарство, которое, ну, уменьшает риск тромбообразования. Вы знаете что? Я пошел покупать это лекарство, оно дорогое, так сказать, немецкое какое-то там, а я не один такой. Дефицит. Его нигде не купить оказалось. Вот, они говорят, ну, если купишь, то удача. Вот, ну, я обошел там три или четыре аптеки, значит, в последней мне купили, правда, не в той дозировке, и, в общем-то сказать, это самое, я, ну, несколько таблеток выпил, у меня голова перестала болеть, и все. Вот, что произошло дальше? Дальше я где-то примерно, ну, спустя полгода, как говорят, антитела, они, ну, через полгода, да, у меня и жена, и сын тоже переболели этим же коронавирусом, они тоже болели достаточно легко, но у них пропадал и нюх, и вкус, и до сих пор там у жены не очень-то вернулся. Вот, ну, тоже они как-то и не вызывали ничего. Дальше что произошло? Где-то через полгода, я думаю, ну, наверное, антитела у меня уже, ну, уменьшились, и, наверное, надо идти делать прививку. Но прежде чем идти делать прививку, я решил пойти и сделать тест на антитела. Я пошел и сделал, да, тест дорогой, да, значит, он платный, там, 1800 рублей он стоил. Просто проверить, нужна мне прививка или нет. Это у меня антитела. Мне тут посмотрел, говорю, получается, что мне не нужна прививка, они говорят, да вроде нет. Вот, и я не делал прививку, соответственно, мне никто не даст QR-код. Вот, это было где-то то ли в марте, то ли в апреле, я думаю, ну, полгода с тех пор прошло, сейчас ноябрь. И я в начале ноября снова пошел делать такой же тест на антитела, он стал уже дешевле на самом деле, вот, уже там 1250 что ли, вот, и я его сделал, а у меня антитела ровно столько же. Понимаете? И есть у меня подозрение, что я летом еще раз переболел, но там уже, так сказать, совсем, вы будете смеяться, и у меня голова болела, так вот плохо себя чувствовала, аж три часа. Вот, ну, крепкий у меня организм, нахрен мне прививка, если у меня есть антитела, и если у меня организм сам справляется. Ну, скажите, вот, на милость, вот, но я хочу сказать, что это я такой крепкий, здоровый и жизнерадостный, потому что у меня нет страха, нет депрессии, и нет других каких-то побочек, а вот если, есть у людей, у многих, если у вас нет антител, сделайте тест. Если у вас нет антител, я вам очень советую сделать, вакцинироваться, и я вам советую получить этот QR-код и не сопротивляться, вот, и, кроме того, если у вас какие-то есть какие-то, ну, там, излишняя полнота, там, скажем, там, какие-то вот такие, повышенный холестерин, там, повышенная опасность образования тромбов, вот, то, в общем-то, сказать, вы находитесь в группе риска, вам бы лучше сделать вакцину и получить QR-код. Ну, а мне, соответственно, она не нужна, и мне никто не даст этот QR-код. Вот, и единственное, что я думаю, так сказать, меня могут вынудить сделать вакцину, ну, если сделать, ну, как бы, я думаю, тогда, это эпивак-корона, что ли, там, которая вообще не действует никак и не вырабатывает антитела, она вообще бестолковая, как вода, вот. Ну, ее тоже утвердили, потому что, ну, это кому-то выгодно. Вот, ну, на самом деле, если у меня антител будет мало, то я сделаю, наверное, спутник Ви. И почему я это сделаю? Ну, потому что, ну, если меня начнут не пускать куда-то, особенно за границу, то я сделаю этот несчастный QR-код, ну, я говорю про стецкую какую-то штуку. Вот, и на самом деле я жду, пока, ну, признают, международное признание получит наша вакцина «Спутник Ви», тогда я, ну, наверное, предварительно сделав тест на антитела, ну, сделаю какую-то вот эту вот прививку уже признанной вакциной. А если ее не признают, мне он нужен-то, чтобы за границу выезжать. Тогда я просто по ПЦР-тесту выйду и сделаю уже там, в конце концов. Вот такая история. Ну, а что вы думаете по поводу QR-кода? Надо ли его получать? Напишите, пожалуйста. Ну, а сейчас я хочу сказать, что, ребята, самое главное, что надо сделать, это не унывать, не париться по поводу QR-кода, вот там прямо сейчас вы видите QR-код, наведите туда смартфончик, перейдите туда, и там я вам расскажу. Первая же кнопка, это не страшно, я вас уверяю, первая же кнопка будет о чем? О том, как создать себе доход в 50 тысяч рублей в месяц, пассивный. Ну, это как пенсия, он просто идет, вы не работаете, а он просто так сам идет. И я прямо рассказываю, схема абсолютно бесплатная, так сказать, там записаться на мастер-класс кнопка, называется абсолютно бесплатно, вы перейдете туда, вот по этому QR-коду, который совсем не страшный, и получите пользу, и вы будете уверены в том, что у вас в будущем все будет хорошо, вы сможете прекрасно жить, обеспечить себя. Ну, а моя цель – помочь вам в этом деле, потому что я хочу, чтобы все люди кругом были богатые и счастливые, и я это делаю, ну, вот в данном случае абсолютно бесплатно для каждого. Вон там QR-код, наводим телефончик и переходим. Жду вас там, до встречи. С вами был Демитков Юрий.